Это я полтора часа все это убирала. Некоторые альметьевцы уже не ждут, что ответственные службы займутся покосом травы. А она мешает все больше. Под окнами 46-го дома на улице Шевченко местные жители организовали цветник. Женщина в числе тех, кто за ними ухаживает. Вот клумбы ухоженные, мы сами обихаживаем эти клумбы. Говорим, чтобы скосили одуванчики, пока семена не разбросали. Нет, пока не отсветет, все это отсыпется, потом только начинают косить. На противоположной стороне двора трава невысокая. Судя по всему, тут прошли газонокосилкой. Чего не скажешь о детской площадке возле дома Герцена 100. Венера Шакирова живет здесь больше 30 лет. Говорит, за эти годы бывало, что трава разрасталась. Но ситуация этим летом местных жителей возмущает. Нет, не косили в этом году ни разу. Сколько жаловались в дом управления, так обещали, нам обещали. То у них рабочих нету, то времени нету. В общем, какая бы у нас ни была проблема, дом управления ничего не решает. Жители считают, из-за большой травы во дворе появилось больше насекомых. Кроме того, высокая растительность мешает родителям гулять с детьми. Ребенка туда пустишь, внуки прибегают, а там трава. И не только простая трава же. Там колючки в основном, вот где детская площадка. И грязи больше уж все равно. Когда скошено же аккуратно уже. Ну, в общем, когда скошено, всегда было хорошо. На детской площадке возле Шевченко 170 зарослей нет. И если во дворе высокой травы уже почти не видно, то вокруг дома она все еще есть. И достигает она здесь практически роста взрослого человека. В департаменте развития пообещали привести территорию в порядок в ближайшее время. Что касается города, то работы ведутся по плану. Об этом сообщили в пресс-службе главы. Елена Баур, Антон Николаев, Новости Юго-Востока.